Крупнейшему многоотраслевому заводу Сибири по производству натурального пива и напитков в этом году исполнилось 45 лет. Он выпускает 30 видов пивной продукции и 33 безалкогольные. Чаи, лимонады, квасы и многое другое. Масштабы производства на днях оценил глава города Вячеслав Франк. Основная задача была познакомить главу нашего города с предприятием. Знакомство. Был акцент сделан на импортозамещение. Мы показали, какие виды продукции мы заместили. И второй акцент был сделан на маркировку. Вся продукция предприятия производится из натуральных ингредиентов. Воду для напитков добывают из 10 собственных скважин. Качественный ячмень, что закупают у ведущих производителей, поступает на свою же солодовню. Ежегодно на предприятии проводят комплекс работ по модернизации производства. По итогам 10 месяцев текущего года налоговые отчисления завода в городской бюджет превысили 19 миллионов рублей. В ходе экскурсии были озвучены и сложности, с которыми сталкивается предприятие. Основная это все-таки транспортная проблема. Были сокращены ряд маршрутов, либо урезаны. И сотрудники завода выходили с коллективным обращением на меня, просили решить эти вопросы. Соответственно, мы их транслировали на главе нашего города. Будем готовить письмо уже с деталями, с указанием, откуда, какой маршрут. Просили бы мы либо добавить, либо увеличить автобусы. В ходе экскурсии мэр города высоко оценил выстроенную систему производства. По завершению визита Вячеслав Франк продегустировал безалкогольную продукцию завода. И ее вкусом остался доволен. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День Столка.